Это я так тонко издеваюсь над вами, что я уже неожиданно выяснился. Мы начинающие краеведы. Это тоже приятно. Вы потом это все дело пересмотрите, много полезного подчеркнуете. Самое интересное, что я иногда буду говорить вещи какие-то на первый взгляд парадоксальные. Вы сможете это все дело потом прогуглить, как говорят, и убедиться в том, что все именно так. Значит, мы сейчас с вами едем в центр аварийного поселка. Мы, собственно, приехали для того, чтобы поговорить о строительстве, о том, как строился Норильский. Впервые в мире люди столкнулись с феноменом вечной мерзлоты именно в Норильске. Давайте я попробую обратить на ваше внимание. Впервые в мире столкнулись с вечной мерзлотой для строительства. А вечной мерзлоте знали. Они не знали, что она вечная, вернее, многолетняя. Но есть какие-то льды под почвой. Ну и пусть себе будут, да? Это же не означает, что надо строить вот в этом самом месте. Давайте пока в тепле посидим, чтобы вас не мочить. А потом выйдем. Так вот, когда сюда пришли в 30-м году первые строители, которые назывались промысловой конторой, от Иркутского главка Союза золота, они послали первые свои отчеты и донесения туда в центр. Под землей находятся линзы льда. Им не поверили. Какие линзы? Какой величины? Давай проводить изыскание. Давай смотреть. Выясняется. От 30 сантиметров до 300-400 метров. А некоторые 700. Вы представляете себе вот это? Как с этим быть? Что с этим делать? Непонятно совсем. Например, потому, что лед это достаточно устойчивая штука. Но если он тает, то все построенное на нем имеет так называемую отрицательную устойчивость. Нулевая устойчивость, знаете, что это такое? Карандаш вот так ставим на острие, он падает. Это нулевая устойчивость. А если мы его ставим, он так и всасывается. Вот это отрицательная устойчивость. Это особенность растаявшей вечной мерзлоты. Очень интересный феномен этой мерзлоты. Она не статична. Она гуляет. Вот эти линзы гигантские под землей, они вот здесь вот растаивают, вспучиваются, вот здесь образуются. И если бы мы с вами могли над тундрой повесить камеру, которая снимала бы, там, не знаю, один кадр, условно говоря, в день, а потом прокрутить это все на убыстренное, мы бы увидели, что тундра кипит, как манная каша. Бугры пучения и так далее. Знаете, почему мы столько много нашли предметов трех тысяч лет до нашей эры Напясина? Потому что их рыть не надо. Вечная мерзлота эту старину все вынесла на буграх пучения, потом это высохло, выветрилось, и вот это все лежит, как на столе. Ходи и собирай. Невероятная вещь. И обсидианарные наконечники, и ножи, и лабретки, и нуклеусы, чего там только нет. Огромная жизнь когда-то была. В общем, я отвлекся, сейчас не об этом. Сейчас мы говорим о том, что вечная мерзлота преподнесла очень много сюрпризов. Например, вода. Это проводник электрического тока. А лед? А лед диэлектрик. Изолятор. И поэтому, когда мы строим какой-нибудь первый завод, и заземление ведем на дно ближайшего озера, а оно возьми да промерзни, то у нас короткое замыкание, авария, пожары, человеческие жертвы. И такое было неоднократно. И что с этим делать, совершенно непонятно. Люди начали приспосабливаться. Ну, пойдемте на улицу, пойдемте. Он вообще в Крыму занимался, в какие-нибудь там. Ну, мы сейчас... Ой, смотри, как я... Здесь Янкин, там, не адекватит. Янкин, там, не адекватит. Янкин. XD Продолжение следует... 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 Продолжение следует...